Наука рождения по статистике 9 из 10 россиян считают процедуру ЭКО допустимой, однако большинству уверены, она недоступна для всех желающих. Действительно ли это так? Как в Москве лечат бесплодие и в чем плюсы и минусы искусственного оплодотворения? Об этом и не только расскажет Анна Хрупина в программе «Жизнь в большом городе». Передаю ей слово. Спасибо, Стас. Расскажу и во всех подробностях. Минздрав сообщает, каждая пятая пара в России не может иметь детей. Эта проблема существует не только у нас, но и по всему миру. И ее пытаются решить. Один из способов – это экстракорпоральное оплодотворение, ну, проще говоря, ЭКО. Правда, далеко не всем эта процедура по карману. Если делать ее по квоте от государства, приходится ждать. А время в этом случае на вес золота. Итак, нужно ли сделать процедуру ЭКО еще доступнее? Именно это мы спрашиваем вас сегодня. Да или нет, свои ответы присылайте на короткий номер 2477. Итоги, как всегда, в конце программы. Ну, а сейчас коротко о том, что вас ждет в ближайшие 20 минут. Родить своим путем очень тяжело. На пороге отчаяния. Когда женщина, семейная пара ожидает ребенка, они готовы уже на все. Так наживаются на тех, кто потерял надежду на материнство. Энергия солнца, энергия космоса заходит сквозь ладони. Через стернии к детям. Вся правда об ЭКО. Мне больше, наверное, себя накручивало, что сейчас будет что-то такое. И результат стоит всех усилий. Лови, лови, давай, беги за мячиком. А ведь еще недавно искусственное оплодотворение было под запретом даже в Италии. В единственной из европейских стран против выступали консерваторы и Ватикан. Но сами граждане с этим были не согласны и боролись за свои права. Три года назад итальянский конституционный суд постановил, что ЭКО можно делать легально. А пока религиозные деятели смотрят с подозрением, к 2017 году количество детей из пробирки в мире перевалило за 5 миллионов человек. Это население Финляндии, между прочим. Репродуктивные технологии шагнули далеко вперед. Насколько, расскажет Юлия Сокольникова. Лови, лови, давай, беги за мячиком. Сашуль. А, ты, Саша, прости. А вы поменялись с этими сандалями, что ли? Ну да. Александра, София, Ульяна. Близняшки настолько похожи, что даже мама иногда их путает. Но это тройное счастье к женщине пришло не сразу. После 6 лет ожидания и второй попытки ЭКО. Вспоминает первое, оказалось неудачной и очень сложной. Болезненная была сама процедура. Взятие вот этих вот фолликул или что там. Я не помню, как это уже называется. Потому что я делала без наркоза первый раз. Больно, конечно, очень. Вторая прошла под наркозом и подарила троих. Впрочем, вопреки мифу об обязательном кесареве после искусственного оплодотворения, родила Светлана сама. А этой женщине с ребенком на руках вообще ставили бесплодие. А она родила 5 месяцев назад Софию. Теперь планирует второго ребенка, но, возможно, уже без ЭКО. Да, сегодня и такое возможно. Если мы преодолеваем с помощью ЭКО какие-то проблемы функционального характера, которые приводят к бесплодию, то мы можем их преодолев, собственно говоря, нормализовать ситуацию. И дальше беременность наступает спонтанно. И роды происходят самостоятельно. Беременность и роды прошли у Анны обычной. На свет появилась тоже обычная и здоровая малышка, только, ну, очень долгожданная, ради которой женщина прошла, пугающую всех будущих мам, гормональную терапию. Я больше, наверное, себя накручивала, что сейчас будет что-то такое. Это как, знаете, как инсулиновый шприц, ну, вот инсулин. Корят себе диабетики. Вот это больнее, чем уколы, которые ставишь по ЭКО. Неа. В живот, в складку живота. Вот. А очень маленькая игла, вот прям меньше сантиметра. Эти малыши получили шанс на жизнь в лаборатории. Здесь, кстати, родился первый советский ребенок с пробирки. 30 лет минуло, и технологии ушли далеко вперед. Врач собирает фолликулярную жидкость с яйцеклетками, передает ее вот в маленьких пробирочках, ставит их вот сюда, вот, эмбриологу. Эмбриологи оплодотворяют яйцеклетку под микроскопом. Осторожно, ведь одно неловкое движение ребенка может не быть. Затем уже зародыш отправляют в инкубатор, где он растет, 5 дней. В них поддерживается влажность, изнутри колбы с водой. В них поступает специальная газовая смесь. Эмбрионы им дышат. Все, как в утробе мамы, но за развитием зародыша следит не природа, а специальная камера. Так на свет появляются почти 10 тысяч малышей в год. Если же мама решила, например, отложить беременность, эмбрион отправляют в криохранилище, в контейнеры, где минус 196 градусов. Такая технология мгновенной заморозки дарит будущему малышу почти вечное существование. Вот здесь, на самом кончике соломинки, около черной точки помещается эмбрион. По современным данным, они могут отлежать бесконечно долго. Вы можете завещать их правнучке, и она забеременеет. Забеременеет, родит и останется здоровой, уверяют врачи. Вопреки популярному мифу, ученые не нашли связи между раком и искусственным оплодотворением. Динамик этой программы около 40 лет. Все совершенствуется, и все приближается к эволюционно выработанной линии. Мягкие препараты, низкие дозы, высокие технологии стимуляции. Нужно все просто делать в нужном возрасте, в нужном коллективе. Более того, искусственное оплодотворение может обезопасить и самого малыша, например, от редких и тяжелых мутаций. Но самое главное, ЭКО дарит шанс многим парам, которые потеряли веру в чудо. За 2017 год было запланировано проведение 3400 процедур, было выдано 3600 квот пациентам на проведение этой бесплатной процедуры, и у 1100 пациенток беременность наступила. Теперь их жизнь разделена на до и после ЭКО. Настолько, что папа этих близнецов даже не смог участвовать в съемках, работает за троих. А мамы остаются мамами и верят в чудо, имя которому ЭКО. Я от счастья просто ревела, я даже не могла разговорить. Сейчас начинает... Сейчас... Но ощущения были непродаваемые. Тя, сэр. Сегодня технология ЭКО стала привычной медицинской процедурой, а вот 40 лет назад это было настоящим прорывом. Именно тогда в Великобритании появился на свет первый в мире ребенок из пробирки. Им стала девочка Луиза Джой Браун. На днях она отметила свой день рождения. Она работает няней, кстати говоря, имеет двоих собственных детей, рожденных естественным путем. В России первую такую процедуру провели через 8 лет. В 1986 году в Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова родилась Елена Донцова. Но с тех пор изменилось многое. Сейчас ЭКО уже никого не удивишь. По данным Минздрава, за прошлый год в России выполнили почти 65 тысяч таких процедур. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. В Москве такую услугу предоставляют 7 десятков больниц. Причем многие из них специализируются исключительно на ЭКО. И тут, конечно, возникает вопрос, а сколько это стоит? Итак, какова же средняя стоимость обычного протокола ЭКО в столичной клинике? Давайте разбираться. Ну, для начала надо сказать, что состоит эта процедура из нескольких этапов. И самый дорогой это анализ половых клеток до 65 тысяч рублей. И это без учета наркоза и пребывания в палате. Ну, а вот стимуляция фертильности, то есть способности производить эти самые половые клетки, с которой, собственно, все и начинается, сама по себе не очень дорогая. Но если добавить расходы на препараты, может обойтись даже и в 100 тысяч рублей. Но в целом вся процедура ЭКО обойдется от 100 до 250 тысяч. И это стандартный набор без дополнительных услуг. Но пока одни их копят деньги, другие кропотливо собирают документы для квоты. С 2013 года в России процедуру ЭКО включили в систему ОМС. Такая возможность доступна сейчас в 35 медучреждениях Москвы. Но получить квоту не так-то просто. Во-первых, нужно пройти обследование и подтвердить диагноз бесплодия. После этого нужно пройти лечение от 9 месяцев до 1 года. И только если оно уже не дает результатов, можно собирать документы на ЭКО. Они передаются в Минздрав на рассмотрение специальной комиссии. Только когда она примет уже положительное решение, можно выбирать медучреждение из перечня клиник участников программ госгарантий. При этом до 30% российских женщин успешно рожают уже после первой процедуры. А вот в Израиле и США этот показатель достигает 50%. Зато повторные попытки увеличивают шанс на успешное материнство в несколько раз. По госпрограмме во Франции и Австрии можно сделать до 4 вот таких попыток в Греции и Голландии. До 3. Ну а у нас в стране ОМС количество этих попыток, к счастью, не ограничивает. Но все же надо быть готовым к тому, что 100% гарантии нет. Ну и тогда уже придется искать альтернативу. Суррогатное материнство, например, в этом отношении Россия вместе с несколькими штатами США в лидерах. Зато в других странах с этим довольно жестко. Ну вот, например, в Германии суррогатное материнство вообще запрещено законом. Причем заказчики и суррогатная мать к ответственности не привлекаются. А вот медработникам за пересадку эмбрионов светит крупный штраф или тюремный срок. Противопоказано такое и во Франции, например. И там уже все участники процесса могут лишиться свободы на несколько лет. Наука и медицина помогают стать родителями. Но многие, узнав о диагнозе, почему-то обращаются к сомнительным методам народной медицины и даже магии. Кто, а главное, зачем это делает и сколько на таких отчаявшихся людях зарабатывают мошенники, расскажет Александр Морозов. Когда женщина, семейная пара ожидает ребенка, они готовы уже на все, на все методы прибегнуть. Традиционные, нетрадиционные. Энергия Солнца, энергия космоса заходит сквозь ладони и втекает в туловище. Счастье материнства хочет обрести каждая женщина и порой готова платить за это очень огромные деньги. Была такая фраза в свое время, что если вдруг у нас что-то не получится, то, скорее всего, я, может быть, даже уйду. Их попытки продолжались 18 лет. Анна с мужем мечтали родить ребенка, но врачи в голос говорили, у них никогда не получится. У меня было две операции по-женски, поэтому удалено часть органов. В связи с этим родить своим путем очень тяжело. В какой-то момент Анна даже задумалась о том, чтобы взять ребенка из приюта. Правда, муж был против. Он не готов усыновлять чужого ребенка. После того, как медицина вынесла свой диагноз, Анна решила обратиться к высшим силам. Два года назад у меня была другая профессия, генеральный директор. А сейчас вот вас, что вы с чем совмещаете? Сейчас я совмещаю с работой водителем такси. Таксист по профессии, целитель по призванию. Два года назад Эдуард открыл в себе божественную силу. И даже прошел обучение, чтобы передавать ее на расстояние. Теперь своим даром делится со всеми желающими. За деньги. Ровный месяц стоит 9,900. Заплатив, клиент получает силу. Она, по словам Эдуарда, помогает не только в укреплении духа, но и в укреплении здоровья в деликатном вопросе. При этом целитель оговаривается, беременность все равно происходит не сразу. Сначала месяц-другой я буду просто передавать силу. И эта девушка, женщина будет учиться принимать силу, ничего не думать. Затем я научу эту женщину, девушку, обращаться к своим собственным силам высшим. А дальше, если все чакры откроются, может произойти чудо. А может и не произойти. Гарантии Эдуард не дает, лишь обещает на словах. Если вы посчитаете, что вам это не нужно, расходите по добру и по здорову. Если вдруг вы платили деньги, я их верну и все. Мы все время хихикая приходили на все эти сеансы, потому что, ну, как бы, веры особой не было, но ходили. А вот Юлии деньги не вернули. Биоэнергетик за 100 тысяч рублей обещала, что после ее сеансов у пары обязательно будут дети. Она водила по руками возле живота. Собственно говоря, нужно было пройти там 10 сеансов этого вождения по животу. Каждый день нужно было ходить в определенное время вместе с мужем. Но чудо после энергетических манипуляций не произошло. Официальная медицина против таких экспериментов. Доктора утверждают, от народного врачевания может быть только хуже. И такое лечение может привести к катастрофическим последствиям. Последняя пациентка пришла, она 17 лет, обращалась к нетрадиционной медицине. И в итоге мы получили хронические инфекции, которые очень тяжело поддаются лечению. При этом некоторые доктора считают, что проблема часто кроется в отсутствии общей картины состояния здоровья. Люди просто не обследуются до конца. Они начинают обследовать одну сферу, потом переходят на другую, проходит много лет. И в результате получается, мы не получаем какого-то комплексного обследования, а получаем обследование кусками. Отсюда и ошибочные диагнозы независимых друг от друга врачей. В нашем мире достаточно дорого рождение ребенка и очень дорога смерть. А вот психологи предостерегают. Сильное, вплоть до маниакального желания забеременеть, может привести к проблемам посерьезнее. Она навещего хотела ребенка, но при этом при всем она как мама не была готова к материнству. Хочу, он нужен, у меня должен быть ребенок. Это на самом деле не есть показатель готовности к материнству. Все подружки уже с детками, уже морально ты понимаешь, что у тебя возраст, ты вроде как уже второй год в браке, и никак не получается. История Юлии закончилась хорошо. У нее все-таки родилась дочь, но молодая мама считает, что помог ей не биоэнергетик, а ее собственный настрой на беременность. Нужно отпустить ситуацию. Вот реально. Просто отпустить, не думать, не надумывать себе никаких гадостей, потому что, как правило, только гадости в голову лезут. Это была истерика, которая напугала очень врача, которая делала УЗИ. Я объяснила, что это слезы радости, что это истерика радости, поэтому помощь мне медицинской не требуется. А вот Анна свою беременность после 18 лет неудачных попыток называет не иначе, как чудом. Теперь у нее две прекрасные дочки. Ведь никого же не заставите во что-либо верить. Но верить в чудо всегда надо. И оно приходит. Оно реально приходит. Чем заканчиваются такие эксперименты, вы видели, но научное сообщество вам, конечно, скажет. Все это бесполезно. Нужны проверенные методы. При планировании беременности врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек, правильно питаться, много бывать на свежем воздухе и по возможности не нервничать. А еще принимать витамины и сдавать все необходимые анализы. Но наверняка мало кто знает, какое обследование нужно пройти, чтобы понять, в каком вообще состоянии ваше репродуктивное здоровье. Инструкция от нашей программы в эфире прямо сейчас. Родительство – это очень классно. Очень хочется детей. Андрея Статни и Грош, Елена Малых в браке 5 лет. И последний год серьезно думают о детях. К вопросу подошли основательно. Решили обследовать, обследоваться так досконально. Какие обследования необходимо пройти, а главное, сколько уйдет времени и денег. Чтобы это узнать, идем с супругами в Центр репродукции и генетики. Для начала – часовая консультация у репродуктолога. Подробный опрос обоих партнеров и выбор дальнейшего исследования, которое всегда индивидуально. Когда мы пару обследуем и не находим никаких видимых причин, мы обследуем и женщину, и мужчину на генетические факторы. А дальше дороги супругов расходятся. Каждый идет сдавать анализы к своему специалисту. Елена остается у гинеколога. По плану – мазок на инфекции и трансвагинальное УЗИ, чтобы выявить возможные патологии внутренних женских органов. Картина неплохая, хорошая по УЗИ. И я думаю, что все шансы на беременность у нас есть. Сейчас проведем обследование, обследуем мужа. Андрей в это время идет сдавать свои анализы у уролога. Спермограмма, чтобы определить количество и подвижность сперматозоидов. УЗИ предстательной железы и также мазки на инфекцию. А в это время у Елены снова УЗИ. Ей проверяют щитовидку. Именно она участвует в выработке половых гормонов. Нормальная работа щитовидной железы напрямую обусловливает репродуктивную функцию у женщины. Через полчаса пара встречается уже в процедурном кабинете. Один маленький прокол показывает наличие или отсутствие множества проблем. Кровь берется в пять пробирок. Для начала врачи определят общее состояние организма. В клиническом анализе мы выявляем легоцитарную формула плюс тромбоциты, элитроциты. Свертывающая система проявляется, проверяются печеночные пробы, также почечные, ферменты. Анализ крови покажет, есть ли у пациентов ВИЧ, сифилис, гепатит и герпес. Но главное – это исследование хромосомного набора человека или кариотипирование. Есть генетические изменения, такие как, например, выявляются болезни какие-то, могут ли быть у ребенка в последующем. Например, этот анализ показывает риски родить ребенка с синдромом Клаймфельтера и Шпришевского-Тернера. Он же определяет и вероятность бесплодия. Сдают его обычно один раз в жизни, так как хромосомный набор человека не изменен. И не стоит забывать, что для точного результата кровь сдавать нужно исключительно натощак. На обследование у пары ушло не больше двух часов. Часть результатов говорят сразу, остальные будут готовы через пару дней. И уже с ними Елена и Андрей пройдут финальный этап исследования – заключительную консультацию репродуктолога. А вот если анализы выявят какие-то проблемы, тогда их ждет серьезное, основательное и долгое наблюдение специалиста. В целом есть чувство удовлетворения, потому что, судя по всему, все в порядке. Просто нужно какие-то стандартные процедуры пройти. И мы рады, просто убедились в этом очередной раз. В частной клинике такой комплекс будет стоить от 15 до 30 тысяч рублей. Впрочем, вы можете существенно сэкономить, сдав часть анализов, попадающих под ОМС в государственном центре. В любом случае, специалисты рекомендуют пройти такое исследование всем будущим родителям. Ведь это первый шаг на пути к рождению здорового ребенка. И Андрей с Еленой его уже сделали. Ну что ж, давайте подведем итоги нашего голосования. Мы спрашивали вас, нужно ли сделать процедуру ЭКО еще доступнее. И так нуждаются, судя по всему, в этом 73% наших телезрителей. С вами была Анна Хрупина и программа «Жизнь в большом городе». Увидимся на телеканале Москва-24. Не скучайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова